В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Депутаты обсудили меры поддержки для больных с сахарным диабетом. Хочу сказать, канал 16 запускает новый проект. Кубок Александра Невского по спортивному лазертагу в центре военно-патриотического воспитания Саровского монастыря завершился турнир среди школьных команд. Далее расскажем обо всем подробно. Меры поддержки для больных с сахарным диабетом могут быть сокращены. С этим предложением к депутатам вышли представители администрации города. Народные избранники эту инициативу не поддержали. Вопрос несколько раз активно обсуждался на заседаниях комитетов. Окончательно точку в нем поставят на думской сессии. Провести более двух часов в душном кабинете заседаний под силу не каждому. Но Елена Свиридова пришла сюда не случайно. Вопрос, который обсуждали депутаты, касался ее лично. Елена – мама ребенка с сахарным диабетом. До 18 лет он получил необходимые для контроля сахара в крови тест-полоски за счет средств бюджета. Став совершеннолетним, льгот лишился. Но будучи инвалидом с детства, работать он не может, оставаясь на иждивении родителей. Нам выдается одна упаковка тест-полосок вместо 4-5, которые были до этого. Я, к сожалению, если на нашей семье, я не работаю. Ребенок требует постоянного постороннего ухода. Я нахожусь дома, работает у нас один папа, у нас еще один ребенок в семье. То есть доход у нас не увеличился, а расходы со временем на ребенка с сахарным диабетом у нас увеличиваются. Потому что чем дальше, тем больше у нас осложнений, тем больше у нас проблем со здоровьем, больше медикаментов на него надо. Проблема Елены, увы, не единичная. И может сложиться так, что из числа льготников выпадут еще несколько категорий больных с сахарным диабетом. В администрации решили пересмотреть существующие программы соцподдержки и сократить перечень тех, кто будет получать помощь из городской казны. Так, компенсацию за приобретение средств самоконтроля для совершеннолетних инсулинозависимых диабетиков предложили выплачивать лишь тем, чей доход ниже прожиточного минимума. Что касается детей, возмещать траты предлагалось только тем, кто использует инсулиновые дозаторы. Тем, кто вводит препарат вручную, льготы хотели ощутимо урезать. В принципе, дети больны одним и тем же. И почему одним помогать, другим нет? Это просто не подается никакого... Не могу понять, для чего так разделили. За то, что льготы в полном объеме должны остаться для всех больных детей, вне зависимости от того, каким образом они вводят инсулин, депутаты выступили единогласно. Таких детей в Сарове всего 30 и обеспечить им поддержку не слишком затратно для городского бюджета. Эту позицию поддержали и медики. Я считаю, что это наиболее приоритетная категория, потому что это будущее. При этом, даже если экономический аспект, если мы ребенка не доведем до совершеннолетия, до созревания организма, то в этой ситуации мы получим глубокого инвалида, который все равно на него придется тратить государственные деньги. Опасные назвали врачи и идею привязать льготы для совершеннолетних инсулинозависимых диабетиков к прожиточному минимуму. На средства для контроля сахара в крови в зависимости от течения и тяжести болезни в месяц уходит от 800 до 3-4 тысяч рублей. При пенсии, например, в 12-14 тысяч или даже в 18 тысяч эти траты весьма ощутимы. Если вы оставляете прожиточный минимум, то я думаю, что вся группа пенсионеров перестанет контролировать сахар. В итоге депутаты предложили оставить программу поддержки людей больных с сахарным диабетом в полном объеме, отменив все введенные ограничения. Вопрос вынесли на рабочую группу, а после его судьбу решат на заседании городской думы. Десятки пакетов с кормом для животных и средствами гигиены – все это смогли собрать воспитанники школы-интерната номер один в рамках благотворительной акции «Протяни руку помощи». В ней приняли участие школьники, неравнодушные к судьбе животных, оставшихся без хозяев. Все необходимые для кошек и собак ребята вместе с педагогами привезли в городской приемник. Шестов Максим в акции «Протяни руку помощи» участвует второй год. Ему еще и не исполнилось и 14 лет, но мальчик точно знает, как домашние животные попадают в трудную жизненную ситуацию и оказываются в приемнике для животных. Берут маленьких котят, они вырастают, и уже кошки становятся им ненужными, они относят их в приют. Поэтому я думаю, что надо помогать, чтобы эти животные жили долго. В прошлом году сбор средств для приемника в школе-интернате номер один прошел только в классе, где учится Максим. В этом году акцию «Протяни руку помощи» расширили до масштабов целой школы. К вопросу подошли основательно, нарисовали стенгазету, составили список необходимых вещей и товаров. В данном проекте это формирование чувства ответственности за животных, за тех, кого они приручили. И если так случается, что животные остаются без дома, без крова, без родителей по разным причинам, то наша задача достучаться до детских сердец, чтобы они откликнулись и помогли. Ежедневно клетки и вольеры пополняются новыми жильцами. По словам сотрудников приемника, акции, подобные той, что провели ученики школы-интернат номер один, позволяют не просто выходить брошенные животные. Это дает шанс бездомным кошкам и собакам провести в тепле и безопасности как можно больше времени, а значит и шанс найти новую семью. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Саровчан приглашают принять участие в новогодней благотворительной акции в поддержку воспитанников Темниковского детского дома-интерната. Акцию организует администрация города Темниково и Мордовский заповедник. 20 декабря визит в центре заповедника пройдет новогодняя елка для ребят. От партнеров акции принимают один общий подарок на детский дом или подарок каждому ребенку. Участники акции смогут лично вручить подарки детям. Подробности по телефону 8 937 518 88 42. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Работа по устройству детской площадки в парке имени Зернова должны быть завершены к 20 декабря. Такие сроки озвучили во время проверки инициированной администрацией Сарова. Передать площадку Центру развития культуры и искусства подрядчик должен до нового года. В случае срыва срока к нему применят все предусмотренные контрактом санкции. Перед началом сезона в парке площадку ожидает самая требовательная приемка и все обнаруженные недочеты подрядчику придется устранять за свой счет. Саровчанин Артем Шевков занял первое место на соревнованиях по ловле рыбы сальда на мормышку в кулебаках. За три часа спортсмены должны были наловить максимальное количество рыбы. Саровчанин занял первое место в группе спортсменов до 18 лет. Его улов составил 440 граммов. Хоккейный клуб «Саров» потерпел поражение в Санкт-Петербурге в очередном матче чемпионата высшей хоккейной лиги. Команда из Каанива разгромила наших игроков со счетом 7-1. Главный тренер «Саровчан» Игорь Аверкин поздравил соперника с победой и отметил, что его команда была не готова к этой игре. «Будем потихонечку исправляться, ничего иного нам не остается», добавил Аверкин. 12 декабря 2018 года исполняется 25 лет Конституции России. Это основной закон государства и ядро всей правовой системы страны, которая определяет смысл содержания других законов. Какую роль играет Конституция в жизни россиян и зачем нужен этот документ? Мы спросили об этом у жителей нашего города. Первая статья Конституции гласит «Российская Федерация, Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Наименования Российской Федерации, Россия равнозначны». Сегодня наша страна отмечает День Конституции. Давайте узнаем у саровчан, знают ли они, какой сегодня праздник, и зачем вообще нужна России Конституция. Ну, знаю, конечно, но в России Конституция кому нужна, про нее и забыли уже давно. Вообще Конституция, по идее, это договор между государством и народом о том, какие права оно ему представляет. И то, соответственно, чем народ должен руководствоваться в своей жизни. Чтобы, наверное, каждый чувствовал себя защищенным, с одной стороны, и знал свои права и обязанности. «У нас есть гарант Конституции, это президент Российской Федерации. Таким образом, мы ему делегировали наши права, чтобы он защищал наши права в международном, либо между нами урегулировал какие-то отношения. Но это уже надо смотреть Конституцию». Значит, чтобы знать свои законы, свои права, обязанности. Конституция, ну как же, это основной закон нашего государства. Если все прочитать, если все исполнять, то жить вообще-то можно в нашем государстве. Но ведь не все исполняется, везде уловки находятся. «Конституция нужна для того, чтобы все граждане знали свои права, права государства, обязанности государства, свои обязанности и так далее». «Для регулирования, законного регулирования вообще жизни государства». «Конституция? Ну, чтобы мы жили по закону все». Ну что ж, хоть сегодня не выходной день, как это было и ранее, тем не менее, соровчане знают, что 12 декабря – это праздник, день принятия Конституции и знакомый с основными правами и обязанностями, которые гарантирует нам этот документ. Екатерина Опенова, Константин Островский, Служба новостей, Саров, 24. Канал «16» радует своих зрителей интересными передачами и свежими программами. В преддверии Нового года на нашем телеканале стартует новый проект. Хочу сказать, это уникальная возможность для всех жителей города высказать свое мнение, что самое главное – быть услышанными. Подробности в следующем репортаже. Перед Новым годом телекомпания «Канал-16» запускает новый проект, который называется «Хочу сказать», участниками которого станете именно вы. Хотите поздравить друзей и родных с Новым годом, пожелать счастья и удачи всему городу? Вам есть что сказать тем, кто вас услышит? Тогда вам сюда. Съемочная площадка «Канал-16» работает в торговом центре «Атом» каждый понедельник с шести вечера и каждую пятницу с одиннадцати утра. Вам есть что сказать? Тогда отправляйтесь к нам, и вас услышит весь город. «Страна, где рождается солнце» в Музее народной игрушки открылась выставка работ учеников архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств. Экспозиция посвящена японской культуре. На выставке представлено около 50 работ, выполненных из различных материалов в графике и в макете. Создавая их, юные художники-архитекторы познакомились с культурой страны восходящего солнца. Воздушная японская архитектура, национальные костюмы и другие атрибуты этой восточной культуры представлены в новой выставке. Педагоги и воспитанники архитектурного отделения Дэши тщательно изучили специфику искусства страны восходящего солнца и отразили ее в своих работах. У культуры Японии особая философия, особое мировоззрение. Они совсем по-другому смотрят на мир. Мы пытаемся открыть японскую культуру через архитектуру. Детям нравится архитектура Японии. Они сразу обращают на необычные крыши японских пагод, называют их улыбающимися. Выставка посвящена году японской культуры в нашей стране. Воспитанники детской школы искусств выполнили свои работы в графике, а также в форме плоскостных и объемных макетов. На создание некоторых экспонатов у юных архитекторов ушел практически год. Мы попробовали новую такую технику, как объемная иллюстрация. Вот на макете представлена. То есть создается несколько планов, и каждый план вырезается из бумаги, и потом это составляется, получается объемная иллюстрация. Они называли ее 3D-иллюстрацией. Перед тем, как на свет появляется сложный архитектурный макет, проходит несколько этапов. Одна из первостепенных задач – придумать тематическую сказку и нарисовать к ней иллюстрацию. И только потом приступить к воплощению в жизнь итогового варианта. Япония такая нежная, сливается с природой, потому что для них это очень важно – природа, архитектура, все должно быть в гармонии. Увидеть экспонаты выставки можно будет до конца января. В новогодние праздники в Музее народной игрушки пройдут тематические мастер-классы, посвященные японской культуре. В Центре военно-патриотического воспитания Саровского монастыря прошел финал Кубка Александра Невского по спортивному лазертагу среди школьников. За победу боролись команды военно-патриотического клуба разведчик, молодежного центра и школа номер 5. В отборочных этапах соревнований приняли участие 20 сборных, и только 4 получили право сразиться за главный приз турнира. О том, кто стал победителем Кубка Александра Невского, расскажем в следующем репортаже. Игроки команды школы номер 5 подошли к участию в турнире серьезно. Они разработали целую систему условных обозначений. С их помощью ребята смогли запутать соперника и одержать победу в схватке. По итогам соревнований участник команды пятой школы Василий Морозов был признан лучшим тактиком турнира. Я думаю, что нам позволило выиграть все-таки слаженность, командная тактика и дух победы. Мы настроились все-таки только на победу. В младшей группе первое место завоевали воспитанники военно-патриотического клуба разведчик. Команда молодежного центра заняла второе место. На пути к финалу ее участники не проиграли ни одной встречи и только в заключительных поединках уступили сопернику. Настоящий бой какой-то. Бегаешь, воюешь. Это интересно. Финальным играм Кубка Александра Невского по спортивному лазер-тагу предшествовали два отборочных тура. В них приняли участие 20 сборных. Претендентов на победу условно разделили на команды старого и нового района. Спортивный лазер-таг развивается на платформе страйкбола, как начальный этап подготовки ребят младше 14 лет. Цель турнира – это военно-патриотическое воспитание, его популяризация. Популяризация среди молодежи тактических видов спорта. Попытка оттянуть их от компьютера, заменить компьютерные игры, войнушку на вот такой вариант, вариант с лазер-тагом. Ну и, конечно, это военно-тактическая подготовка молодежи. Все победители и призеры турнира по лазер-тагу были отмечены медалями, командными кубками и памятными призами. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok